Ну, а вот это вот Адас. Мирт. Запах. Тоже красиво. Смотрите, какой он. Вот это вот идеальный Адас. В нем, если вы посмотрите, вот здесь вот трилистничек. Значит, должно быть как? Чтобы листья покрывали ствол веточки. Так, вот видите, они покрывают. Видите, вот он, вот ствол, а вот эти листики, они так вот по нему стелятся. Да? И они должны выходить на одном уровне. Листики должны быть трилистником на одном уровне. Как это измеряется? Есть мнение, что вот так посмотрели, выглядит как три, уже кошер. Так было принято в Иерусалиме много лет. Хазуниш говорит, что нужно посмотреть ниточкой вот так вот или со всех сторон. Линеечкой, ниточкой смотрим. Вот так вот. На одном уровне линии или нет? Где-то ниже. Вот здесь вот оно чуть ниже, а здесь идеально, да? Так, вот должно быть три таких веточки. Все их нужно проверить в каждой трелистнике. Это самый трудоемкий процесс, это вот выбрать Адас. Кошерный, потому что это три веточки. И в каждой веточке нужно выбрать необходимую длину. То есть, должно быть идеально, когда будет 30 сантиметров троечек вот этих трелистничков в каждой веточке. Идеальный вариант – это будет Хазуниш. Три кулака. Раз, два, три, 30 сантиметров. Но 24 сантиметра – тоже беседер, тоже хорошо. Если будет 15 сантиметров трелистников, тоже кошер. Изначально нужно найти 30, 24 – тоже хорошо. И кошер – это если будет 15 сантиметров трех. Вот так. Еще раз повторяем. Вкратце. Три веточки. Каждая по 30 сантиметров трелистников. И это Адас. Адас, мы говорим, сравнивается с теми людьми, у которых есть хороший запах. То есть, они делают много хороших, добрых дел. Ну вот, счастливого праздника. Аккуратненько возвращаем. Потому что этот Адас, он кошер. Не просто кошер, а кошер мегудар. Кошер в превосходной степени. Пол Хазунишу. Поэтому мы с ним очень аккуратно, чтобы листики не облетели. Положим его в холодильник до суккота. И без рата, шен, с Божьей помощью, в суккот будем им пользоваться, выполнять заповедь. Удачи. И вам также. Найти такой же Адас, ничуть не хуже.